Уважаемые коллеги, добрый день! Информационная культура, различные подходы к формированию ЕКТ-компетенции, которые прописаны в соответствии с профстандартами, с рекомендацией Международного института ЮНЕСКО. Также, что должен знать педагог, какие ЕКТ-компетенции у него должно быть у современного педагога. Также коснемся немного ФГОС и федеральных образовательных стандартов. Ну и, конечно же, во второй половине нашей встречи мы рассмотрим, какие инструменты, средства используются для того, чтобы формировать ЕКТ-компетентность. И именно используется при формировании ЕКТ-компетентности и, соответственно, используется педагогом при реализации своих, скажем так, образовательных мероприятий. Идем дальше. Итак, сущность и ключевые аспекты педагогической ЕКТ-компетентности. Начну с такого понятия, прямо таких азов. Что такое компетенция? Латинское слово компетентис – это способный, представляет собой совокупность знаний, умений, навыков и формируемых в процессе обучения той или иной дисциплине, а также способность к выполнению какой-либо конкретной деятельности. То есть обычная компетенция у нас делится на так называемые зуны – знать, уметь, владеть. То есть что знает, умеет, владеет, какими навыками владеет, например, педагог в области применения ЕКТ или в сфере применения ЕКТ в педагогической деятельности. Компетентность – это владение, обладание человеком, соответствующей компетенцией, включающей его личное отношение к ней и предмету деятельности. Далее, формирование ЕКТ-компетентности. Понятие рассматривается в различных источниках. Здесь вот я привожу примеры, например, Булмакина-Фалина приводит формировку определения ЕКТ-компетентности как «уверенное владение всеми составляющими навыками ЕКТ-грамотности для решения возникающих вопросов в учебной, образовательной и иной деятельности». Елизаров. ЕКТ-компетентность – это совокупность знаний и умений и опыта деятельности, причем именно наличие такого опыта является определяющим по отношению к выполнению профессиональных функций. Лебедево-Шилово. ЕКТ-компетентность – это способность индивида решать учебные, бытовые и профессиональные задачи с использованием информационных и коммуникационных технологий. Вот это вот одно из самых таких четких, понятных формулировок. Горбунова-Семибратов. ЕКТ-компетентность – это готовность и способность педагога самостоятельно и ответственно использовать эти технологии в своей профессиональной деятельности. Это не исчерпывающий список, я взял только такие, которые мне попадались, такие самые яркие определения ЕКТ-компетентности. И вот, как бы, за основу можно взять вот это, что это способность индивида решать учебные, бытовые и профессиональные задачи с использованием информационных и коммуникационных технологий. Идем дальше. Есть понятие ЕКТ-грамотности и информационной культуры. Получается, что сначала мы формируем у педагога информационную грамотность, затем мы формируем ЕКТ-компетентность. И затем уже наш педагог владеет информационной культурой, применение соответствующих современных информационных и коммуникационных технологий. Вот понятие ЕКТ-грамотности. Способность человека эффективно использовать доступные ему аппаратные и программные средства информационных и коммуникационных технологий для работы с информационными ресурсами. А также производство и обмена информацией с другими людьми в целях социальной адаптации дальнейших повышений образовательного и культурного решения. То есть ЕКТ-грамотность такой начальный этап формирования ЕКТ-компетентности именно использовать аппаратные и программные средства для работы с информационными ресурсами. То есть уметь их включать, уметь представление об их работе, как их можно использовать, какие информационные ресурсы, что там показывать и так далее. А вот уже информационная культура это совокупность знаний и умений по эффективной информационной деятельности, которая достигает поставленные цели. Вот информационная культура как раз включает в себя ЕКТ-грамотность и ЕКТ-компетентность. И это, в общем-то, можно сказать так, способность личности эффективно использовать информационные ресурсы и средства информационной коммуникации. Основываясь на том опыте, который он получил при формировании ЕКТ-грамотности и ЕКТ-компетентности. Дальше, следующий момент. Развитие современной ЕКТ-компетентности рассмотрим в соответствии с требованиями современных образовательных стандартов и в том числе требованиями профессионального стандарта педагога. Сейчас любые программы повышения квалификации, программы профпереподготовки, программы высшего образования, среднее профессиональное образование должны учитывать как раз содержание требования профпрофессионального стандарта педагога. И вот там есть четкое деление ИКТ-компетентности. То есть ИКТ-компетентность делится на три вида. Общепользовательская, общепедагогическая и предметно-педагогическая. ИКТ-компетентность. Давайте рассмотрим каждый из них. Значит, формирование общепользовательской ИКТ-компетентности. Ну, например, это какие-нибудь курсы ИКТ по применению ИКТ, педагогической деятельности, например, базового уровня. Значит, здесь как раз именно формирование этой общепользовательской ИКТ-компетентности, включая в себя эффективное использование текстовых редакторов, презентации, электронных таблиц, электронной почты, браузеров, мультимедийного оборудования, видео-аудиофиксации, то есть умение записывать звук, видео, ну, то есть так называемые скринкасты, да, аудио-видеотекстовую коммуникацию, то есть пользоваться средствами... Телекоммуникации, то есть вебинарными всевозможными сервисами, чтобы можно было, ну, там, Google Meet, например, да, Яндекс, Телемост, дальше, Calls Mail.ru, например, да, звонки в Mail.ru и так далее. То есть чтобы можно было, значит, ну, как сказать, наводить коммуникацию, общаться, значит, в образовательном процессе, в том числе и с применением дистанционных образовательных технологий. Навыки поиска в сети интернет, информации в сети интернет и базах данных. Вот, это общепользовательская КТ-компетентность. Дальше, следующий уровень уже, когда, значит, ну, например, более сложный курс, об этом чуть позже скажу, сейчас не буду про уровни. Следующая общепедагическая КТ-компетентность включает умение использовать системы вебинаров, дистанционного обучения, системы видеомонтажа, умение создавать видеоуроки, осуществлять педагогическую деятельность в информационной среде с применением электронных форм коммуникации, ведение интерактивных образовательных сайтов, использование электронных форм учебников нового поколения. Идем дальше. Предметно-педагогическая КТ-компетентность включает в себя знание качественных информационных источников своего предмета, использование цифровых технологий в преподавании предмета и конструирование виртуальных и реальных устройств с цифровым управлением. То есть применение, по сути, VR и AR в образовании, то есть средств, программ и так далее. Это предметно-педагогическая КТ-компетентность. Идем дальше. ЮНЕСКО в 2019 году разработал структуру КТ-компетентности учителей. Вот здесь вот у меня в квадратных таких скобочках источники. Они в конце презентации находятся, можете их найти, подробно с этими источниками ознакомиться, находятся в свободном доступе. ЮНЕСКО предложил разделить деятельность педагога профессиональную по шести аспектам. Роли КТ в образовательной политике, применение КТ при составлении учебных программ и оценивании, в педагогической практике, при формировании цифровых навыков, организация образовательного процесса управления им и профессиональное развитие педагогов. И уровни освоения КТ-компетенции рекомендуют сделать из трех составляющих, то есть трехуровневого получения знаний, освоения знаний и создания знаний. И вот на каждом уровне, получается, здесь показаны такие маркеры, что должен знать, владеть педагог, значит, КТ-компетентный педагог. Кратко, если это все вот так вот сжать в точку, да, то можно, значит, сказать следующее, что первый уровень, первый подход, это применение КТ, как раз предъявляет к учителю требование способности помогать учащимся пользоваться КТ для повышения эффективности учебной работы. Это уровень, получается, вот этот вот, получение знаний. Дальше, следующий уровень, это освоение знаний. Вот этот уровень освоения знаний. Здесь, значит, данный подход предъявляет к учителю требование способности помогать учащимся в глубоком освоении содержания учебных предметов, применение полученных знаний для решения комплексных задач, которые встречаются в реальном мире. И третий уровень, вот, это создание, производство знаний, или создание знаний, предъявляет к учителю требование способности помогать учащимся, будущим гражданам и работникам производить, порождать новые знания, которые необходимы для гармоничного развития и процветания общества. Следующий момент, к чему мы перейдем от ЮНЕСКО к требованиям, от рекомендации ЮНЕСКО к требованиям ФГО основного образования, общеобразования. Я не буду здесь приводить полно эти требования, просто обстанные выжимки такие взял для, ну, так сказать, для интересующего нас доклада. И есть на, значит, в библиотеке вебинаров Директ-Академии мои предыдущие обзоры, выступления, когда именно ФГОС ФОП рассказывал и так далее, там прямо вот подробно некоторые моменты разбирал. Поэтому здесь только вот кратко. Итак, общее положение. ФГОС на общее образование обеспечивает, что разумное, безопасное использование цифровых технологий, обеспечивающих повышение качества результатов образования и поддерживающих очередное образование. То есть использование цифровых технологий образования. Это тоже, как бы, ну, заложено ФГОС, ФГОС, и, соответственно, учитель должен уметь использовать современные цифровые технологии, знать основные цифровые, значит, классификацию цифровых образовательных ресурсов, цифровые средства для того, чтобы, значит, эти цоры, цифровые образовательные ресурсы применять. Развитие представления обучающихся о высоком уровне научно-технологического развития страны, владение современными технологическими средствами в ходе обучения и повседневной жизни формирования обучающих культуры использования и КТ. Идем дальше. Следующий момент. Обучение в информационно-образовательной среде. Или через информационно-образовательную среду еще говорят, да. Дальше. Применение цифровых образовательных ресурсов. Работа с информацией. Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критерий. Следующее. Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи с несложными схемами, диаграммами и иной графикой комбинации. То есть это у нас пересекается с тем, что у нас педагог должен владеть как минимум офисным пакетом программных продуктов, LibreOffice, Microsoft Office и так далее. То есть уметь составлять презентации, демонстрировать, составлять графики, диаграммы, работать с текстами. А вот это как раз именно и подразумевает работу с информацией. То есть уметь осуществлять поиск информации. Но пока ничего не говорится про искусственный интеллект и нейросети, замечу. Следующее. Требования ФГО с дошкольным образованием. Здесь тоже подробнее рассказываем. Можете посмотреть на предыдущих моих выступлениях. И вот здесь я застрю только на нескольких аспектах. Первое. Владение КТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего дошкольного возраста. Второе. Владение цифровыми сервисами, формирование представления цифровых средств в познании окружающего мира и использование элементов цифровой образовательной среды. Это уже требования современных ФГО с дошкольным образованием. Прямо везде красной нитью идут цифровые средства, цифровые сервисы, цифровые представления детей различных возрастных групп. Следующая треть – это выстраивание партнерского взаимодействия с родителями или законными представителями для решения данной возрастной группы с целью решения образовательных задач, применения методов и средств для их психолого-педагогического просвещения. То есть вот здесь как раз и закладывается возможность осуществлять коммуникацию с родителями, с коллегами и так далее для решения различных образовательных задач. И как раз именно использование современных средств. Следующий момент, о чем хотелось бы еще сказать, это была такая преднаградация курсов по формированию ИКТ-компетентности. То есть мы сами являемся авторами курсов, активных реализуем. В этой области наш университет уфимский активно это как бы разрабатывается, дает и реализует. И вот здесь получается, что как раз мы делим курсы на три уровня. Обычно многие курсы, которые я смотрел, различные образовательные организации, компании, делятся на три уровня. Это базовый уровень сложности, специализированный уровень сложности и стратегический уровень сложности. На базовом уровне сложности, то есть даже в удостоверениях прописывают при применении информационно-коммуникационных технологий образовательной деятельности педагога. Скобочка, базовый уровень. Обычно учат формированию базовых профессиональных компетенций по работе со средствами ИКТ в условиях научно-педагогической деятельности и для самообразования. Дальше. Специализированный уровень сложности, формирование знаний и умений в области ИКТ по одному из направлений, углубленной профессиональной специализации. То есть именно применять ИКТ, ну, например, в своем предмете, то есть по физике, по химии, по математике и так далее. И следующее – это стратегический уровень. Как правило, этот уровень предназначен для руководителей образовательных организаций, которые принимают решения по включению средств ИКТ в образовательный процесс, по формированию информационно-образовательной среды, например, в своей образовательной организации. И как раз вот именно рассказать о таких основных общих принципах, как это все, значит, необходимо делать. Вот градация, вот, значит, курсов по формированию ИКТ-компетентности. Три уровня. Базовый, специализированный и стратегический. Идем дальше. Если рассматривать формирование ИКТ-компетентности учителя на каждом уровне, то здесь очень есть хорошая, интересная статья Горбунова и Семибратова, построение системы повышения квалификации педагогов в области информационно-коммуникационной технологии на основе принципа распределенности. И вот здесь авторы советуют формировать ИКТ-компетентность по этапам. Первый этап – это формирование ИКТ-компетенции учителя, связанных с организацией обучения учащихся. Основные виды деятельности – это практические занятия, занятия за компьютером, круглые столы, семинары, мастер-классы. И какой результат получается после этого этапа? Учитель, осознающий необходимость применения ИКТ в педагогической деятельности, мотивационно-ценностный компонент. Владение основными компетенциями в соответствующем базовым предметам ориентированного уровня педагогической ИКТ-компетентности. И готовые к включению в процесс сетевого педагогического взаимодействия. Второй этап направлен на формирование информационно-коммуникационных компетенции учителя, связанных с совершенствованием учебного процесса. Тут для организации, а тут именно совершенствование учебного процесса. Здесь, значит, виды деятельности какие? Деятельность слушателей в режиме сетевого педагогического взаимодействия, форумы, конкурсы, интернет-семинары, конференции, чаты, онлайн-консультации и так далее. И результат, в ходе, значит, после завершения этого этапа учитель способен дать оценку собственной деятельности по использованию и освоению ИКТ в педагогической деятельности. Можно спроектировать индивидуальную образовательную траекторию, повышение инфекции в области ИКТ. То есть понять, что ему нужно дальше, куда дальше нужно ему двигаться и расти. И, получается, подытоживая вот то, что я сказал, вот эти различные источники, рассмотрим несколько слайдов о том, что должен знать, какие компетенции педагога должны быть в сфере применения ИКТ, значит, в условиях реализации образовательного процесса, значит, в условиях реализации ФГОС, основного общеобразования и дошкольного образования. Первое. Это наличие общих представлений о дидактических возможностях ИКТ. То есть как, зачем, почему их нужно применять. Второе. Наличие представлений о едином информационном пространстве образовательного учреждения, назначении и функционировании персональных компьютеров, различных устройств и так далее. Третье. Наличие представлений об электронно-образовательных ресурсах и тенденциях рынка электронных изданий в секторе общего образования, ориентированных на предметно-профессиональную деятельность, цифровых образовательных ресурсов, выполненных или разработанных в ходе реализации федеральных целевых программ. То есть об этом я как-то посвящал один из своих первых бинаров и Директ-Академии, где говорил, вообще давал обзор вообще всех цифровых образовательных ресурсов с открытым доступом, где решены вопросы авторского права. И, кстати, потом, чуть позже, там я покажу вам ссылочку, где можно это взять. Дальше. Следующее. Четвертое. Владение основами методики внедрения цифровых образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс. Пятое. Владение приемами организации личного информационного пространства. То есть умение настраивать операционную систему. Мы на своих, например, курсах по ВИКТ, кстати, в конце тоже будет ссылка, можете посмотреть, очень приемные работы с различными программами. Например, как восстанавливать потерянные данные с флешки, с диска, значит, как архивировать, защищаться от вирусов и прочее. Вот такие вот моменты, не только, то есть какие-то, ну, там, текстовые, графические редакторы и программы вставления презентации, но пытаемся еще немножко расширить вот эти вот навыки педагогов, чтобы они могли, вот, как бы, ну, решать эти вот задачи повседневные, которые возникают довольно часто. Следующий, шестой шаг. Владение приема и подготовки дидактических материалов, документов в соответствии с предметной областью, средствами офисных технологий. И вот здесь как раз, опять-таки, умение работать с графическими редакторами, с табличными данными, с текстными данными, с графиками, строить графики, диаграммы, ну, и методикой, конечно же, владеть методикой создания эффективных презентаций по эргономическим требованиям. Следующий момент – это владение простейшими приемами подготовки графических иллюстраций, наглядных и, значит, дидактических материалов, которые применяются в образовательной деятельности. Опять-таки, приемы коррекции, оптимизации растровых изображений, приемы ввода, вывода изображений на печать, запись на различные носители, в том числе CD-диски, владение базовыми сервисами технологий интернета в контексте их использования образовательной деятельности, то есть приемы навигации, поиска информации в сети интернет, работа с электронной почтой, телеконференциями, работа с файлами, архивами, приемы работы с различными мессенджерами и другими коммуникационными технологиями. Следующий слайд. Девятый, значит, пункт – наличие представления о технологиях и ресурсах дистанционной поддержки образовательного процесса и возможностях их включения в педагогическую деятельность. Десятое – владение технологическими основами создания сайта. Вот здесь вот очень интересно, да, то есть педагог, в принципе, должен уметь вести какой-то свой блог, да, то есть, ну, не создание такого сайта, да, то есть писать именно код какой-то там, я не знаю, заниматься фронт-энд разработкой, бэк-энд разработкой – нет, конечно же. Здесь именно умение создавать, значит, блок и, соответственно, вести профессиональный блок. Ну, чуть позже я покажу сообщество, где это можно делать и так далее. Ну и, конечно, здесь это десятый пункт, больше для информатиков подходит, которые, значит, именно владеют приемами сайта строения, там, знают языки HTML и так далее. Ну, конечно же, для всех педагогов здесь некоторые моменты, ну, кажутся лишними. Идем дальше. Ну, и теперь во второй части нашего, нашей сегодняшней встречи мы рассмотрим, какие практические инструменты, средства и ресурсы, значит, используются для развития КТ-компетентности. Рассмотрим в таком ключе. Сначала мы рассмотрим с вами информационные ресурсы, поделенные на виртуальные источники информации, информационно-тематические сообщества, каталоги и репозитории с готовыми цифровыми образовательными ресурсами. Затем, значит, программные средства. Это платформы для дистанционного обучения и коммуникации, платформы курса для самообразования. Ну, прежде всего, на этом остановлюсь. Платформы курса для самообразования. Инструменты, какими должен владеть современный педагог, значит, ну, это прежде всего пора я делаю на всевозможные интерактивные инструменты по созданию презентаций, по созданию всевозможных упражнений и так далее. Кратко еще раз проведу тот обзор, который я, ну, когда-то, несколько встреч назад делал с вами, уважаемые слушатели. Есть подробные разборы, смотрите мои лекции на канале Директ Академии. Ну, вот здесь я так, как бы немножко так еще раз заострю, коснусь этой темы. Ну, и, конечно же, аппаратные средства, то есть это мультимедийные средства, ведение учебного процесса, студии по созданию контента и так далее, которые, в принципе, тоже, значит, как бы, ну, иметь представление, современный педагог, ИКТ-компетентный, значит, должен иметь об этом. Идем дальше. Начнем с информационных ресурсов. Итак, какие бывают виртуальные источники информации? И что может использовать педагог для повышения своей ИКТ-компетентности и для применения, соответственно, это на занятиях? Здесь вот цифровые образовательные ресурсы, ЦОРы так называемые, да, которые в соответствующих каталогах и репозиториях размещаются в сети интернет, доступны, ну, или выпускаются на каких-то носителях, которые могут хранить эту информацию, значит, довольно долго, то есть это, ну, CD-диски там практически бесконечные, да, то есть, скажем так, такой возможный вариант хранения всевозможные, значит, CD-эра, DVD-эра и так далее, с обучающими программами, с тестами, с учебно-образовательными тренажерами, учебными энциклопедиями, справочниками и так далее. Ну, в школах создаются такие, так называемые, медиатеки, где вот эти вот как раз вот в коробочках, учебные диски, значит, накапливаются, и можно брать их на занятия, соответственно, использовать на занятия и так далее. Ну, и для, собственно, самообразования, подготовки к урокам, конечно же. Полнотекстовые электронные библиотеки, электронные библиотечные каталоги, электронный ресурс в сети интернет. Ну, опять-таки, это библиотеки, энциклопедии, справочники, словари, периодические издания всевозможных, журналы, да, информационные издания, центры и тематические порталы и сайты. Дальше. ЦОРы, цифровые образовательные ресурсы. Педагог современный, ИКТ-компетентный, должен представлять, то есть, во-первых, знать, какие есть виды этих цифровых образовательных ресурсов, да, например, по образовательным методическим функциям, если их разделить, то вот они здесь вот представлены на слабе. То есть, педагог должен представлять, значит, типы, виды ресурсов и представлять о том, как это все можно использовать в образовательном процессе и уметь это использовать. Электронные учебники. Здесь вот различные, здесь есть составляющие. Дальше. Электронные учебные пособия, в том числе игровые, там, практические лабораторные задания, справочники, словари, обучающие, контролирующие и так далее. Электронные учебно-методические комплексы, то есть, такие, так называемые, предметные миры, программно-методические комплексы, предметно-учебно-методические среды, инновационная УМК, дальше. Электронные издания, контроль знаний, умений, навыков, зумов так называемых, да, то есть, тесты, тесты, задания, методические рекомендации, инструментальные средства. Следующий момент. Если рассмотреть классификацию цифровых образовательных ресурсов по типу информации, то они делятся на следующие виды. Это цора с текстовой информацией, цора с визуальной информацией, то есть, можно проигрывать какие-то видеофрагменты, показывать какие-то фотографии, какие-то модели, схемы, формулы и так далее, карты всевозможных предметных областей. Цора с комбинированной информацией, то есть, тексты, графика и так далее. Цора с аудиоинформацией, то есть, ну, это, например, звукозаписи выступлений, музыкальных произведений, звукозаписи живой природы, живой-неживой природой и так далее. Сорос аудио-видеоинформации, интерактивные модели, предметная лабораторная практика, предметная виртуальная лаборатория и сорососложенные структуры, то есть это учебники, учебные пособия, энциклопедии и так далее. Следующий момент. И теперь я перейду к информационно-тематическим сообществам. То есть мы рассмотрели с вами виртуальные источники информационные, то есть на каких носителях, как они могут быть, какие типы бывают. И об этом должен знать, во-первых, педагог, что вообще есть в мире, какие типы. И на различных курсах повышения квалификации учат применять это все, то есть как устраивать учебные процессы. Учебный процесс и, соответственно, сколько там на уроке нужно использовать, как использовать в зависимости от различных возрастных групп и так далее. Теперь я перейду к информационно-тематическим сообществам. Здесь вот как раз, ну, два основных я приведу. Это те, где я вам рекомендую зарегистрироваться. Это педсовет.орг. Здесь можно создать, зарегистрироваться, у вас будет свой личный кабинет. И здесь можно налаживать коммуникацию с коллегами по обмену опытом. Очень много здесь интересных статей всевозможных собрано. Если хотите, вот, в этой каше профессионально говорится, то, значит, здесь можете зарегистрироваться. Кто знает, то уже зарегистрировал, нажмите огонек, чтобы я посмотрел. Знаете ли я об этом? Так, огонек молчит, значит, не знаете. Ну, вот, я рекомендую все-таки педсовет.орг посмотреть. Ну, и следующее, конечно же, вот это тоже очень интересный ресурс, так называемый, который еще относится к типу социальной педагогической сети, да, то есть это вот такой портал «Открытый класс». Сетевые образовательные сообщества. Здесь по регионам можно посмотреть, по людям и так далее. Зарегистрироваться здесь очень много интересного можно найти, и мастер-классы, и планы конспекта уроков, и про дистанционное обучение, и про цифровые образовательные ресурсы, и про элементы единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. Здесь все можно прочитать, найти и пользоваться. А самое главное – заводить связи профессиональные между коллегами, обмениваться опытом, обмениваться какими-то материалами и так далее. То есть это вот таких два уже давно известных, лет 10 назад появившихся вот таких довольно популярных ресурсов для педагогов. Следующий момент. Ну, каталоги и репозитория с готовыми цифровыми образовательными ресурсами. Некоторые только приведу, и приведу ссылочку на мою презентацию из предыдущих лекций, и, значит, именно по предметам. Есть подборка по предметам, можете потом посмотреть. Вот один из таких ресурсов – это рубрикон, энциклопедический словарь, то есть справочный ресурс интернета, где можно использовать именно для подготовки к занятиям, значит, для расширения кругозора и так далее, рекомендовать учащимся. Вот один из таких довольно мощных словарей, который тоже популярен в нашей стране. Ну, только вот энциклопедия словарей 61, книг 19, статей порядка 600 и так далее. Буквально давно выходной я заходил. Дальше. Справочные ресурсы интернета – это энциклопедия Кирилла Мефодия. Мегабук, так называемый. Тут, наверное, знакомо, у многих образовательных учреждений есть DVD-диски или CD-диски с создательством Кирилла Мефодия. То есть различные лабораторные работы, мобседийный контент и так далее. Тоже можно зарегистрироваться и здесь внимательно можно данный сайт изучить. Дальше. Энциклопедия Кругосвет. Вот она, кругосвет.ру. Тоже можно много чего интересного здесь найти. По науке и технике, здоровью и спорту, искусству и культуре, путешествия, географии, историю и общество. Тоже можно использовать на уроке, тоже можно рекомендовать своим учащимся. Справочные. Следующее, что относится к справочным ресурсам интернета, я как-то по просьбе посмотрел наших литераторов, нашел литературную энциклопедию. Здесь вы тоже можете посмотреть. Русская литература и фольклор. Здесь вот есть ссылочка. Скачайте презентацию, можете зайти и можете пользоваться. Тоже довольно интересный ресурс, который можно использовать для подготовки к урокам. Для зарубежных, из зарубежных источников, для изучения на уроках иностранного языка и так далее, вот есть такая энциклопедия Британика. Думаю, что все тоже слышали об этой библиотеке. Здесь тоже можно много чего интересного найти. Дальше. Словари какие? Вот словари, которые опять-таки можно использовать на уроках, для подготовки к урокам. Для перевода, например, мультилекс онлайн есть словарь, для учителей иностранного языка. Переводчик промо тоже онлайн есть. Русские словари. Там очень много всевозможных типов словарей. И, соответственно, еще есть так называемый вебстеровский словарь толкования и терминов. Здесь тоже можете посмотреть. Именно, прежде всего, зарубежных всевозможных терминов, слов и так далее. Идем дальше. Ну и вот здесь вот можете скачать информационные ресурсы для развития КТ-компетенции. Здесь вот есть презентация по обзору ресурсов. Ну, на моем Яндекс.Диске скачивайте, доступ есть. Все абсолютно бесплатно. Ну и здесь я подготовил вам такую подборку. Это цифровые образовательные ресурсы, взоры по предметам. Тоже можете посмотреть. Физика, химия, математика и так далее. Не буду здесь делать обзор этих ресурсов. Делал как-то уже несколько раз, поэтому не буду повторяться. Следующие платформы для самообразования. Значит, рассмотрим. То есть, что нужно для формирования именно КТ-компетенции. То есть, какие-то курсы, программы, дисциплины, которые связаны с этой тематикой. Я уже, наверное, со студенческих лет давно пользуюсь вот такой платформой, которая называется Intuit.ru. Понятно, что когда мы учили информатики, нас учили информатики, да, то есть, а я, у меня вторая специальность по диплому информатики, то есть, я физик-информатик, да. Все далеко ушло вперед. Появились целые отрасли знаний отдельные. И вот, чтобы шагать ногу со временем, я захожу сюда, изучаю здесь предметы, которые выложены, то есть, готовлюсь к своим занятиям. Иду к студентам, ну, перед тем, как идти к студентам, да. То есть, какие-то знания свои прокачиваю в области информатики, КТ. Использует этот университет, университет Intuit. И здесь очень много в бесплатном доступе открыто различных курсов и дисциплин. Что касается именно видеоформата, то я бы вам рекомендовал такие два ресурса, как UniverTV. Здесь записаны золотые лекции известных профессоров, и можно посмотреть по разной тематике, не только там, КТ. Ну, и, конечно же, видеозаписи школьных уроков. Это интернет-урок, то есть, посмотреть, как, или подсмотреть, как другие учителя, преподаватели ведут уроки по каким-то определенным темам, как используют ИКТ, какие-то идеи, новинки, и, соответственно, применять это в своей педагогической практике. Платформа Lektorium. Тоже очень много здесь бесплатных материалов, которые можно посмотреть. Эти онлайн-курсы, медиатека, и всевозможные проекты интересные. Тоже обратите, присмотритесь к этой платформе. И, конечно же, необходимо сказать, обвестуйте ЮНЕСКО по информационным технологиям и образованию. И соответствующий сайт. Можете зайти, посмотреть различные статьи и так далее. У них есть тоже бесплатный контент, именно прокачивающий знания, умения, навыки в области ИКТ. Ну и последнее, что я хотел бы вам порекомендовать, это же, конечно, платформа Stepik. Очень много можно найти бесплатных курсов, в том числе по тематике ИКТ, в хорошем, таком интересном формате, с нормальным по качеству контентом. Можно тоже посмотреть и что-то для себя интересное подчеркнуть и использовать. Теперь перейдем к инструментам, которым используют педагоги на своих занятиях для применения ИКТ в образовательном процессе. Я не буду на всех инструментах останавливаться, я только о таких модных веяниях, самых современных. Это инструменты создания интерактивных презентаций. Ну вот, все это появилось, скажем так, такая возможность, или активно стали использовать, благодаря, так сказать, ковидному времени, то есть к какому-то периоду, когда мы сидели на соответствующей изоляции, педагоги должны были вести уроки, и, соответственно, искали возможности, средства, как же наглядно, быстро доносить контент для учащегося, да еще с обратной связью, чтобы и сам написал, и еще ученик что-то написал. Вот здесь вот есть различная презентация, я представляю, например, присмотритесь в Google Jump Board, да. Я его активно использую при обучении со студентами, когда в онлайне веду, то есть я открываю доску, на доске могу писать в режиме онлайн, ссылку предоставляю, соответственно, своим студентам, делю, значит, слайды между студентами, на каждом слайде один студент пишет ответ и так далее. То есть получается такой элемент интерактивности на занятии. Ну, также предлагаю присмотреться к и Google презентациям, и, соответственно, к Яндекс.Документам, то есть аналог Google Слайдер, да. Ну и в последнее время, значит, здесь появилась такая интеграция с искусственным интеллектом, то есть возможность создания презентации с настройкой, значит, от нейросети. Следующий момент. Какие еще есть онлайн-сервисы создания презентации? Это, ну, наверное, всем известны средства Ментиметр, но там есть ограничения, да, по количеству вопросов, там, например, два вопроса можно только бесплатно поставить, то есть в бесплатном тарифе. Есть еще вот другие, значит, сервисы, например, сервис Prezi, значит, данный сервис похож на онлайн-доску Мира, значит, чуть позже я по Миру тоже расскажу, где можно в режиме реального времени, значит, также взаимодействовать, просматривать что-то и взаимодействовать с нашими обучающимися. Также очень хорошо подходит для создания различных лидератических материалов. Ну и недавно тоже появился сервис FlyV, также для создания картинок, карточек и так далее. То есть это аналог известного сервиса Canva, но на ее базе, значит, можно создавать не только презентацию, но и всевозможный разнообразный, значит, контент. И, значит, возможности, то есть функциональные возможности намного шире, нежели, например, у того же PowerPoint и так далее, или у Google презентации. Ну и, конечно же, интерактивный онлайн-сервис Мира. То есть один из моих любимых, я часто использую, то есть у меня есть несколько досок, здесь внутри доски можно бесплатно использовать, вот и одну из досок я назвал как Logical Map of the Program, логическая карта программы. Мы, как методист с коллегами, здесь разрабатываем различные упражнения интерактивные, различные, там, рисуем схемы, умные карты наших уроков, наших, скажем так, курсов, то есть взаимодействие. То есть это все можно делать в реальном времени. То есть заходите, регистрируйте, ссылочку отправляйте коллегам, доска бесконечная, и там можно, значит, создавать различные контенты. Здесь, пожалуйста, различные, различные, есть классификации, типы инструментов, которые можно делать, и активно такую работу искать. То есть обычно мы включаем Миро, включаем вебинар там, значит, Google Meet или еще что-то, и, значит, видим, голос слышно, и активно в этом плане работаем. Кстати, у меня здесь вот есть ссылочка на мастер-класс, можете его скачать. Я как раз даю именно обзор, не буду поэтому сегодня подробно об этом разговаривать, отдаю как видеозаписи, как, ну, то есть возможности обзора, возможности интерфейса, значит, доски Мира и Джамборна. Скачивайте, берите, просматривайте. Дальше. Ну, конечно же, сервисы офлайн. Значит, вот есть некоторые аналоги, которые я подыскал. Это, например, аналог Keynote, аналог PowerPoint для операционной системы Mac, например, да, кто, если такой системой пользуется. Libra Office Impress. Такой упрощенный бесплатный вариант PowerPoint. И самое интересное, что, если, например, в школе очень такие старые компьютеры, значит, то можно использовать даже на самых старых версиях операционной системы Windows. Здесь я привожу ссылки для скачивания. VPS Office. Такой китайский аналог Microsoft Office. Кстати, есть на телефонах от Xiaomi. И тоже можно вот его активно, значит, использовать. Мобильная версия, я уже повторюсь, скажу, здесь прописано, да, скачать можно вот здесь. То есть это вот именно такие офлайн-сервисы на desktop, то есть, наверное, скачивается на компьютер, на ноутбук, и можно ими активно, значит, пользоваться. И, ну, в плане того, что если вдруг у вас там Microsoft Office перестал обновляться, там еще что-то, вот как раз можно заменить этими аналогами. Ну и, конечно же, любой педагог должен уметь создать презентацию программическим требованием, соответственно, уметь это все использовать на уроке. Как бы, то есть, и не только интерактивно, но вот именно обычные простые варианты. Дальше. Инструменты для создания интерактивного контента. Тоже сделаю небольшой обзор, что я сам активно использую, что рекомендую на своих курсах. Это такой сервис онлайн-тестпад. Здесь можно создавать тесты, кроссворды, опросы, диалоги, и даже можно создавать интерактивные уроки, размещать там информацию и налаживать такое интерактивное дистанционное взаимодействие. Ну, особенно подходит, если у вас есть дети, которые находятся в домашнем обучении, например, то есть, как бы для сопровождения этого процесса. То есть, очень-очень интересный сервис и с таким легким понятийным интерфейсом. Пробуйте. Ну, нельзя не сказать о банке тестов.ру, то есть, инструмент для создания тестов онлайн. Обычно мы, например, какие-то короткие курсы повышения квалификации проводим, мы просто на тест загоняем, как итоговая ситуация, значит, например, 16 часов, когда они у вас просто приходят на занятия. Или, ну, в очный формат оффлайн, да, или, например, когда в онлайне ведем, то есть небольшой короткий курс, делаем тест, отправляем ссылку и прямо с телефона заходят, тестируется, мы смотрим. Прямо вот в оффлайне приходят, итоговая ситуация, как провести. Ссылочка заходит по телефону и, значит, протестировался, и все. Всю аналитику тоже можно снимать. Дальше. Джойтека, то есть конструктор квестов интеллектуальных игр. Тоже отечественный такой вот сервис недавно появился. Здесь можно создавать квесты всевозможные, викторины и так далее. Тоже присмотритесь к этому сервису. Как бы, если, ну, скажем так, разберетесь и будете использовать это, будет говорить о том, что о вашем таком высоком уровне ИКТ-компетентности. Дальше. Следующий ресурс – квест один. То есть конструктор квестов, игр всевозможных, ну, в таких простых форматах. Удобо. Конструктор учебных ресурсов. Здесь, кстати, очень мощный такой конструктор. Рекомендую просто посмотреть. Сам пользуюсь. Делаю интерактивные упражнения. Здесь собраны различные сервисы. Создают Первым университетом данные сервисы. И здесь много-много чего есть готового. Можно создавать. То есть, ну, такой вот именно ресурс, который можно использовать на уроках. Там, проецируя, там, интерактивную доску или, там, раздавая на соответствующие системы один ученик, один компьютер. Или один планшет. Ментальные карты. Ментальные карты позволяют нам наглядно представлять какие-то структуры. Например, вот здесь структура деятельности учителя. То есть, такое дерево представлено. Есть всевозможные сервисы с готовыми картинками. Ментальные карты. Можете тоже посмотреть. Но еще также рекомендуется педагогу разобраться в так называемых таймлайнах. То есть, временных осях. Кстати, таймлайны здесь есть. Вот на этом сервисе удобно. И, соответственно, можно их тоже создавать, показывая хронологию каких-то событий. С картинками, с текстами и так далее. Ну, не обязательно исторических. Можно там именно в каком-то своем предмете. Так. Ну, конечно же, поговорить нужно об облачных технологиях. Уже сейчас в курсах, во многих курсах различных, даже базовый уровень уже встречается, уже включает применение облачных технологий. То есть, возможность создания документов и предоставления, значит, учат создавать и предоставлять совместный доступ, редактировать, взаимодействовать, используя облачные технологии. Вот я использую, пользуюсь Яндексом. И Гуглом пользуюсь, и Яндексом. Значит, Гугл документы, и, соответственно, Яндекс 360. Вот если вы ставите, соответственно, на телефон приложение Яндекса, то вам еще добавляют 35 гигабайт бесплатного места. Того можно 15 плюс 35, получается 50 гигабайт. Такая глобальная флешка, где можно хранить какие-то свои... Причем надежно хранить свои какие-то документы, там, разработки и так далее. Ну, здесь также у Яндекса есть и Телемост, и есть календарь, заметки можно делать. Ну, Телемост — это до 40 человек могут встречаться, бесплатно разговаривать, демонстрировать свой экран и так далее. То есть, как бы, для таких вот встреч. Дальше. Облако Mail. Ну, подробно не буду. Кто-то сидит, например, давно уже имеет учетные записи в мейле. То есть, Mail.ru, почтовую электронную почту. И, соответственно, можете пользоваться данным облаком. Там тоже есть такой же, значит, такой же сервис. Это документы облачные. Calls.mail.ru, кстати, вот я сейчас чат наберу, значит, если обратите внимание, calls.mail.ru — это сервис видеозвонков. Бесплатно, до 900 человек могут подключиться. Демонстрация экрана. Единственное, что записи нет. А так вот Calls.mail.ru можно использовать звонки. Довольно надежно работает, очень просто. Все работает. Поэтому можно применять. Следующее, что хотелось бы рассказать, что должен иметь педагог, как я уже говорил, это искать информацию. И вот здесь я вам, значит, рекомендую нейросеть для поиска информации, которая называется Perplexity. И еще вот здесь вот есть, помимо стандартных, конечно, поисковиков, таких как Google, Яндекс, Mail, Ram, Irving и так далее, здесь я еще вам рекомендую библиотеку искусственного интеллекта. Это ai-lib.com можете ввести, или просто ai-lib. И, соответственно, найдете в библиотеку. Там около 1700 различных инструментов, в том числе бесплатных, с использованием нейросетей. Ну и, конечно, здесь вот я предлагаю тоже бесплатно скачать презентацию мою о том, как строить поисковые запросы в сети интернета, используя там браузеры. То есть как там различные теги ставить и так далее, чтобы находить информацию. Ну, особенно я сам активно пользуюсь этим искусственным интеллектом, за перплексити, ищу информацию. Он отсеивает коммерческий поиск. То есть вот эти вот все всякие там сайты с SEO-продвижением, с проплаченными рекламами и так далее. Он отсеивает, он кратко генерирует ответ и, соответственно, прикладывает источники. То есть можно очень хорошо, активно, скажем так, и полезно искать информацию здесь с помощью перплексити. Тоже обратите на это внимание. Идем дальше. Ну и аппаратные средства реализации КТ. Вот они здесь представлены. Обычно у нас это уже в диковинку не будет, это интерактивная доска. Здесь вот прямая проекция, есть обратная проекция. Когда, значит, проектор находится позади доски, и просто, значит, как бы педагог не стоит в свете вот этих вот лампочки, да, просто, значит, пишет на доске и так далее. А подсветка идет, как бы, со стороны стены. Дальше есть документ камеры, есть планшеты графические, ну, мультимедиапроекторы и так далее. Понятно, компьютеры. Вот они все здесь, данное средство представлено. И я думаю, что вы, многие, уже их освоили. Следующий момент. Ну, вот это такая фотография современного класса с оборудованием, значит, для применения информационно-коммуникационных технологий, различных, здесь вот есть интерактивная доска, пульт управления даже есть, да, документ камеры, презентер для переключения слайдов, устройство для голосования, какие-то учебные мобильные устройства, типа, например, микроскопа, есть физические, химические лаборатории и так далее, да, которые представлены в компьютерном варианте. Ну, все это запитано в единую локальную сеть Wi-Fi, то есть ученики могут подключаться на соответствующих розыгранных им ноутбуках там и центральное место работы учителя, где собирается данная аналитика по выполнению заданий. Дальше. Интерактивные столы тоже очень популярный ныне, значит, такой элемент, скажем так, или средство для детей, для развития познавательной активности. Здесь как раз представлены дети, вот можно на этом, значит, ну, соответственно, загружает специальная программа по тематике, да, и, соответственно, дети изучают, например, водный мир. Или вот такие вот, значит, устройства для работы дефектологов, да, то есть для выполнения каких-то упражнений, для тренировки речи, классовы уравнивания, например, и так далее. Дальше. Ну, интерактивные панели, когда мы там пальчиком или маркером специально пишем, то есть такой большой телевизор, да, то есть, соответственно, очень удобно все это использовать в учебном процессе. Интерактивные стены, то есть, ну, это пока диковинка для нас, для большинства, но тем не менее уже начинает появляться, когда в зависимости от, скажем так, движения человека, ученика и так далее, вокруг него меняется окружающая действительность, путем, значит, ну, запрограммированный специальный алгоритм, значит, смены распознавания тех или иных движений и, соответственно, смены картинки. Ну, тоже применяются, так сказать, такие виртуальные среды для погружения в обучающую среду. Дальше. Ну, конечно же, нельзя не сказать про учебные комплексы. Один ученик, один компьютер, один планшет. Один ученик, один планшет, который тоже не во всех школах есть, но встречаются уже чтенько, когда, значит, детям вот раздаются нетбуки, они делают виртуальные лабораторные работы по химии, по физике, по математике, много чего можно там. Различные есть программные обеспечения, даже есть целые там, прямо с комплектами, вот виртуальные лабораторные практики, и как бы учатся познавать мир, вот используя такие устройства. Ну, соответственно, все это упаковывается в тележку, раздается это все каждому ученику, и есть обязательно центральное место для педагога, то есть центральное, так называемое, арея работы педагога, автоматизм рабочего места, где данные могут передаваться с каждого ноутбука, там, нетбука, и педагог видит динамику выполнения тех или иных заданий. И как бы такая аналитика тоже у него появляется. Ну, вот на этом обзор я завершил. В основных средствах, таких самых модных, современных, которые, значит, необходимо стремиться научиться пользоваться этими средствами, использовать, если они есть, возможности в своей педагогической деятельности. И здесь, пожалуйста, обратите внимание, обратите внимание на источники. Вот здесь вы можете посмотреть, они все в свободном доступе. Конечно же, тема, это вообще, у нас ИКТ-компетентности выделяется целый раздел, модуль в образовательной программе. Я поверхностно, так, по верхушкам рассказал основные моменты, на самом деле. Это очень, довольно, тема такая глубокая, насыщенная. Поэтому я вот основные моменты рассказал, а вы здесь, пожалуйста, посмотрите тем источниками, которые, в том числе, я пользуюсь для, значит, работы. Ну и, конечно же, я приглашаю вас в группу свою, телеграм-группу «Цифровой педагог». Вот есть ссылочка, фотографируйте, вступайте, будем постоянно на связи. Я постараюсь, в празднике у меня накопилось очень много интересной информации, значит, постараюсь много интересной информации этого выложить, именно о инструментах, средствах, средствах, значит, также про нейросети есть интересные моменты. Тоже-то обычно какие-то новинки выкладываю, и как бы, значит, мы будем с вами постоянно на связи. Ну и в конце я просто скажу, что вот есть такой курс, у нас применение КТС и современных цифровых сервисов «Работа с педагогомом, условия организации МГОС» и «Цифровая трансформация образования». Если есть желание, вот есть ссылочка, здесь вот можете, вступайте в группу, можете меня найти, записывайтесь, приходите учиться. Мы будем очень рады. Коллеги, какие у вас есть вопросы? Готов на них ответить. Так, ну вопросов нет. Скачивайте презентацию, пользуйтесь, берите по ссылкам информацию и, соответственно, значит, ну как бы дополняющую данную вебинар. Я очень рад очередной с вами встрече сегодня. Спасибо за внимание, спасибо, что меня внимательно послушали. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом, желаю вам творческих успехов. В Новом Году здоровья, счастья, всего-сего самого хорошего, самого наилучшего. Коллеги, спасибо еще раз. Дальше, далее слово передаю Татьяне Викторовне. Начну, думаю, в следующем Новом Году мы тоже с вами будем встречаться. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова